всем привет вы на моем канале также на общем каталики стрички всем нравится он камин вот если нравится давайте поставим лайки если вам нравится не фон думаю так более уютнее стало сегодня я вам хочу рассказать свою страшную историю 3 никогда никому не рассказывала возможно а вы первое не узнаете кому-то я рассказывала но это вообще мало кому это с тем с кем я больше общаюсь а если вы хотите больше страшных историй которые происходили со мной то давайте берем 15 лайков есть ему больше страшных старе есть ему еще свой стар страшная история и вы не узнаете мы начинаем эта история пришла за мной так как-то не было 3 поете кода дым было девять лет я была в третьем классе и когда тяж но училась во вторую смену зима была и было темно было ночью вообще возвращал замок чечка в 6 но заканчивают уроки всем я вообще доходила до дома здесь или тогда были на рабочем или что будет шум то знаете так шумит все вы понимали кто-то кролик то вы не боялись хорошо окей там код где-то вот в общем дело в том что когда я шла со школы я шла через дорогу там была темнота ездила много-много машин и я такая иду и идет какая-то бабушка вперед и меня и никого нет чтобы прибавить дороги и только мы идем такие я такая думаю надо отойти она на меня идет я такая ну сюда отшла на меня я иду прямо дома отошла и шла прямо она идет на меня я испугалась вот такой вставляли и не было паника истерика тётика 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 пустите тётику взял за руку что она ничего не обращала внимание но потом сказала что случилось и такая ну давно конца вот эта бабушка и бабушка короче идет в сторону дикси вот стран дикси низкосок она короче пришла убежала что бежать оглядываться на меня и я такая типа на нее показала эту мостную психушку пришла я сама приезжала и короче короче она убежала от бабушка и тетенька перевела мячера дорогу она сказала дальше ты сама пойдешь когда дальше смогу пойти понимали что это кролик сейчас переворачивают свою миску я и уберу и вернусь ком и убрала его миску потому что он ее переворачивает и сейчас будет шуметь нибудь не мешать в общем она с куке да и перейду сама смогу перейти все спасибо вам она сказала давнило что и я пошла и потом вдруг если я сейчас пойду дальше я замечу потом иду когда мама еще я думаю вы пони дальше там будет то пою сети домой и не знаю что мне делать все стою а до людей мало так вот облизывает лапа взимала я боюсь и и короче давайте я седу так там с мистиками и потом она такая я занимаюсь и говорю мама ну не страшно я и все рассказала что было но сначала она сказала иди домой ничего не бойся все будет хорошо я скоро приеду это руки но после того как она отключилась я боялась и все равно какая-то тетика заходит в подъезд я просто сбежала туда слезами от тетика чтобы понимали на первом этаже страшно хотя здесь папа вот мне страшно вот прям вот сеть вот вот и она такая ну хочет открыть дверь сунул лучший ключ и она видит меня и она скажет что случилось я еще рассказала не бойся нахи успел занести свои пакеты вот эти вот старая ну почти старая но такая лет наверно 50 с чем-то и она не успела занести свои пакеты и она она пошла со мной еще рассказала она не довела до дома для меня расспрашивала это все про бабушку я довела дома доходу до подъезда им говорит дальше ты сам поднимешь это когда я просто мы здесь сидели не знаю минут 20 25 около моего подъезда и и отблагодарила сказал спасибо вам огромное спасибо я не знаю сколько раз словами слова спасибо подпит папа да вот эти вот чистикла просвечивает вот он воде его руками на вот мне тоже просвечивают нет меня не просвечивает ну короче в общем я сказал не знаю ну короче он сколько мне за что ничего страшного обращайся такая спасибо спасибо и потом поднимаюсь я жила на третьем этаже туда вот и напротив меня живет вот вот смотрите под квартира и вот квартира напротив вот раз два три четыре ну как бы там четыре квартира и вот две квартиры стоят как раз вот первые около лестницы еще ну короче во первых и там вот вторые где лифт и вот где лифты и она короче такая вот соседка напротив меня как раз одни хозяйка эта квартира где мы жили я боялась мы придумали если я открою дверь а там вот эта бабушка я боялась просто безумно я даже ту тетю которая пришла провела меня дома думала только то это бабушка ну я реально окончательно спретила посвечалась к своей хозяйке квартиры и сказала это все я сказала опустите меня пожалуйста пустите она не завела меня к себе думал вдруг сейчас пойдет на домой пожалуйста хоть бы вы со мной пошли я думала про себя она пошла со мной домой ну завела меня в квартиру я и все рассказала еще раз поподробнее она вышла заварить мне чай сказала как раз я увидела ее на кухне что он там делает и потом бабушка превратилась в нее короче у меня я поехала про то крыши я ничего не соображала такой степени реально какая-то тупая была и я закрыла короче кухню держала быстро убежала закрыла комнату и держала просто комнату вот так это откроет про чуть-чуть открываешь я боялась потом я открыла сказал рук это вы тебя хоть и мы живем на крыше ну под нами крыша не сходи с ума она сказала все мама скоро приедет поэтому я пойду как хорошо я сидела вот так вот прям сила вот так вот боялась просто и момент вам подключала беретка чешуя и минут 10 не открываю на стучи-стучи лишь который вы это что-то я боюсь открой не бойся я пришла не бойся когда мама зашла она я и подбежал открыл и быстро убежал к он ты села в обратную позу до сих пор это помню нереально просто и чтобы понимали теперь я просто есть эта бабушка которая вот как раз таки вот стоит там у тебя раньше жила и перед этим домом черни дом и вот это вот бабушка она короче вот есть к бабушке она ходит собакой и у нее прям это же лицо я реально вот это лицо и читаю страшно то я не рассказываю думаю что этот трог со мной кстати если вам понравился обстановка то давайте пишите комментариях если комментарии закрыта приходите в мой инстаграм и пишите там директ понравились ли вам обои или еще какие обои можно поставить вот сюда вот что вам понравилось если вам понравились то пишите мне понравилось например или если понравилось мне не понравилось пишите еще какие-нибудь веки для этих обоев и если мы под этим видео берем 15 лайков я обязательно сниму вторую часть своей страшной истории в общем она зашла я тоже все рассказала поподробнее она сказала все ничего страшного и после этого я не ходила в школу одна потому что и пап я папе сказала папа тоже уже начал как бы проживать ну блин все-таки москва ну тоже переживать но другой страны школа дома недалеко но другой страны сказал ну чески надо с ней ходить он короче начал со мной ходить в школу и со школы меня забирать но потом как-то я уже научилась ходить сама он иногда такой говорит я типа ну чтоб я уже научился мы ходить говорил я иду к тебе на встречу идем пока хорошо или если я боюсь что он говорил что я тебя ждут идем потом говорил что я когда уже за туда ходил он говорил то что я уже недалеко и доходи короче так и что я сказал он говорит давай тебе лучше встречу потому что ну лишь вообще было два этих я иду тебе на встречу либо я тебя встречу либо я сейчас не могу давай ты сейчас сама придешь так я опять же ты опять научилась ходить одна одна я хожу с первого класса вот мы либо сетро сидели бы я одна ходила потому что у него была вторая смена и вот такая вот история была у меня еще одна такая страшная история но для меня лично это связано с моей однокласснице поэтому если мы берем 15 лайков я вам рассказывал эту историю но она реально просто страшно она свела мне просто до сих пор я помню мне так обидно я плакала просто и там такой что там и с директором было с милицией в общем переходите точнее набираем 15 лайков и я вам рассказываю в следующей истории всем пока всех люблю